Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Планомерно и верно на курорте продолжаются работы по благоустройству и озеленению. Освоение средств из краевого бюджета и подготовка к осенне-зимнему периоду стали предметом активного обсуждения на очередном общеградском планерном совещании. Центральная улица Анапа ждет капитальный ремонт. А сейчас обо всем подробнее. На курорте продолжаются работы по благоустройству и озеленению. В муниципальном учреждении «Ремстрой» месяц назад сформировали новую бригаду озеленителей, рабочих по комплексному озеленению города. На улице Мелькова напротив памятника «Тресвичи» бригада высаживает туи и можжевельник. А на улице Стахановской устанавливают новые бордюры. Специалисты предприятия «Ремстрой» уже провели работы в Ореховой роще по очистке и обрезке деревьев и кустарников. Теперь озеленители высаживают хвойные растения на улице Мелькова в районе школы номер 7. Территорию аллеи украсит 13 ту и 40 кустов можжевельника казацкого. Такие растения требуют к себе определенного внимания и ухода. Например, при выборе места посадки и в особой подготовке участка. От правильного проведения этих работ зависит здоровье хвойных и их развитие. Зеленые насаждения высадили и в обновленном сквере у памятника «Тресвичи». Планируются работы по благоустройству, озеленению на пятой школе. Будет высажен можжевельник казацкий, будут туи высажены, будут спиралевидные туи высажены. Также будут проводиться работы в парке в Ореховой роще. После урагана было много деревьев удалено. Будут досаживаться деревья, будут досаживаться кусты, барбарисные. Большой объем работы будет проводиться. К сотрудникам компании ЮСТК «Кубань» у власти Анапы были претензии, так как подрядчики не успевали выполнить работы по установке новых бордюров на улице Стахановской в установленный срок. Благодаря личному контролю главы города Сергея Сергеева, работы возобновились в усиленном режиме. Сейчас рабочие устанавливают и красят бордюры, в скором времени подготовят и постелят рулон и газон. В течение недели сотрудники компании планируют завершить все работы по благоустройству. Освоение средств из краевого бюджета и подготовку к осенне-зимнему периоду детально рассмотрели на общегородском планерном совещании. Какие еще темы обсудили на планерке, расскажем прямо сейчас. Заместитель мэра Анапы Олег Остенко напомнил чиновникам о контроле за порядком на закрепленных улицах. Санитарное состояние города-курорта должно поддерживаться постоянно. Глава города отметил, положительная динамика уже намечена, хотя работы предстоит выполнить еще много. Тему санитарной очистки продолжила первый вице-мэра Анапы Светлана Яровая. Предоставив фотофакты халатного отношения к работе сотрудников предприятия «Спецтранс». Было выявлено, что не совсем недалеко некачественно осуществляется уборка. После наших рейдов... Вы снимали следом за машиной? Следом за машиной, прям пунктуально. А вот это куча рейдов мы собрали или нет? Нет, это люди скошенные от дворов, они используют население, цветы, которые уже клубы после выбирают и так далее. Время уговоров завершается. Поручайте нашим специалистам производить штрафные санкции на должностных лиц, на, соответственно, специалистов и тому подобное. Наш широкий спектр возможностей. Отговорки руководителя в стиле «не наша задача убирать мусор» власти Анапы не приняли. Сергей Сергеев отметил, уборка мусора идет по двойному тарифу. Во-первых, анапчане оплачивают услуги вывоза мусора компаний и по факту. Город оплачивает повторно за тот мусор, что не забрали мусороуборочные машины спецтранс. И муниципальный заказ, и оплата граждан, и уборка при бордюрке, и мусорный контейнер, который за углом стоит, и урна, которая стоит на фраторе, убирает тот, кто победил в конкурсе. Нечего делить, нечего придуриваться. Деление именно для того, чтобы уйти. Вот видите, он встал, говорит, это не мое. Хотя мусоровоз прошел. Да человеку, обывателю, в хорошем смысле этого слова, совершенно все равно чьей-то. Он хочет видеть чистый город. При подготовке к новому летнему сезону эту проблему учтут. Сергей Сергеев потребовал разделить зоны и ответственность между мусороуборочными компаниями. И дополнительно призвал контролировать частный сектор. К административной ответственности будут привлекать анапчан, нарушающих правила санитарного порядка в курортной Анапе. Дополнительные санкции введены для нарушителей правил застройки в центре внимания прилегающей территории, подъездные пути и ограждения строительных объектов. Никого я уговаривать не собираюсь. От главы города у меня есть задания и задачи. Поэтому можно даже не приносить мне ордера на разрытие. Я сначала посмотрю на обследование, которое мы проведем. И там, где были некачественно выполнены работы, застройщики рискуют остаться без коммуникаций. Плюс разрешение на строительство. Задаваться не будет до того момента, пока не будет согласно санитарным строительным нормам и правилам соответствовать ограждению строительной площадки из современных материалов. Подъездные пути, тротуарные, временные тротуарные дорожки. Пусть это будет деревянное исполнение. Значит, строительство. Я запрещаю. И с этого разрешения на строительство. Без акта обследования самой территории. Еще одна тема обсуждения на планерке освоения краевых средств по целевым программам вызвала ряд вопросов главы города. И по каждой проблеме Сергей Сергеев потребовал объяснений. Подчеркнув в итоге, что все намеченные планы должны осуществиться. И три модуля детских садиков и служебной квартиры, участковой в Витязеве и котельной в детском саду на хуторе Красный Курган. Сегодня свяжитесь, пожалуйста, с помощником начальника Баката, отдела полиции. И обозначим. Там же есть конкретно участковые. Для кого эти квартиры? Заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова сообщила о проведении 11 октября дня онкопатруля. В селе Витязево с 9 до 17 часов 49 врачей-онкологов края проведут обследование и прием граждан в Доме культуры. Сергей Сергеев подключил к информационной работе Совет ветеранов и лично попросил Анатолия Гапонова разъяснить ветеранам о возможности проверить состояние здоровья бесплатно. На планерке глава города Сергей Сергеев в очередной раз напомнил. Анапа – курортный город, и забывать об этом нельзя ни на минуту. Все и всегда должно быть идеально и достойно. И привел пример нападения на съемочную группу программы «Ревизора» в одном из кафе у Центрального пляжа. А по большому счету уже и земельщики должны проверить, а что же там заявить разрешенное использование земли у этого кафе. И выяснится, что это благоустройство. Возможно, это я так вслух рассуждаю. Я не защищаю, те тоже интересные пассажиры. Заскакивают туда, когда хотят, и считают, что они тоже тут хозяева жизни. Вот закон о СМИ, все, он над всем привален. И над уголовным, и над процессуальным законом. Да нет же, у нас Конституция прежде всего. А потом уже все эти законы, подзаконные акты. Но мы же тоже должны немножко по-другому вести себя. Кто нам давал право уничтожать имущество? Подняли тему отопительного сезона на усмотрение руководителей социальных объектов. С 8 октября возможно подключение к котельным. О подготовке к новому курортному сезону на планерке говорили на этой неделе. Заблаговременно. Заместитель МРАНАПа Людмила Терещенко призвала всех собственников и арендаторов участков на Пионерском проспекте навести порядок и благоустроить прилегающие территории. Выразив благодарность тем, кто без напоминания всегда следит за внешним видом веренной земли. На проспекте и пляжах. В качестве положительного примера привели руководителя санатория «Юность». Остальным выделены пять дней для наведения порядка и благоустройства на пляжах и у здравниц. С окончанием курортного сезона в городе активно ведутся работы по восстановлению дорожного полотна в городе и сельских населенных пунктах. В октябре в список капитального ремонта внесены шесть городских и четыре сельские дороги. Работы уже несколько дней подряд ведутся на улице Заводской. Сотрудники ДРСУ «Вираж» восстанавливают дорожное полотно площадью 892 квадратных метра от улицы Краснодарской до Астраханской. Дорожники уже сняли слой старого асфальта. Еще им предстоит исправить дефекты на покрытии, устранить просадки, вызванные недобросовестно выполненной прокладкой коммуникаций одним из застройщиков, ликвидировать ямы и выровнять канализационные люки. Стоимость работ на данном участке 500 тысяч рублей. Восстановление дорожного полотна производится с использованием нового немецкого катка, который определяет количество необходимых проходов по новому асфальту для достижения нужного уплотнения. Такая техника уже зарекомендовала себя в предыдущих ремонтах. Работы на улице Заводской обещают завершить в течение этой недели. В октябре работы по укладке нового дорожного покрытия пройдут на улицах Лермонтова, Ленина, Трудящихся, Самбурово, Таежное, Славянское. Кроме того, по две дороги в Станице Анапской и в селе Субсех. Сегодня на планерном совещании главой города было сделано замечание в адрес компаний, прокладывающих коммуникации, которые порой к выполнению своих работ относятся безответственно. Так, например, на компанию по прокладке труб на улице Владимирской был составлен протокол за несоблюдение правил благоустройства. Требования администрации при прокладке коммуникации необходима установка ограждения, а по завершению работ аккуратно восстановить дорожное полотно. Похожая ситуация произошла с дорогой на улице Мирное при прокладке коммуникаций к новым очистным сооружениям, дорожное полотно на укладку которого в прошлом году было потрачено свыше 40 миллионов рублей. Вместо того, чтобы сделать прокол под дорожным полотном, его просто сняли, а по окончанию работ положили за платку. Администрация такой подход к выполнению работ не оставила без внимания. На административной комиссии в адрес подрядчика была вынесена претензия и наложен штраф в 30 тысяч рублей. Глава города Сергей Сергеев сделал акцент, что работы по ремонту дорог и прокладке новых коммуникаций необходимы. Они должны выполняться не только в срок и с соблюдением всех правил, но и с уважением к жителям Анапы. И еще одна новость на сегодня. 11 октября в Доме культуры села Витязева пройдет уникальная профилактическая акция «Онкопатруль». Бесплатный прием будут вести лучшие врачи-онкологи Кубани. В Краснодарском крае ее реализация продолжается более трех лет. В Анапе она пройдет впервые. 11 октября с 9 до 17 часов в Витязевском ДК на улице Лиманная 8 бесплатные консультации и скрининг-обследования для взрослого населения города-курорта будут проводить 49 ведущих врачей-онкологов края. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и магазин текстиля для дома премиум класса «Махровый рай». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр «Рио», улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». В среду 8 октября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 15-17, ночью 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны 48-300 и 48-333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин